С учетом вот этой вот тактики навала, когда человеческие волны идут на оборонительные позиции вооруженных сил Украины, там потери один к пяти, один к семи, там кто-то из западных аналитиков говорил, что соотношение потерь может доходить до одного к десяти. Это какой-то, да, это какой-то, вы знаете, это уже для меня перешло в степень абсурда и гротеска, и я не могу понять, что происходит в головах тех людей, которые идут. То есть я еще более-менее пытаюсь представить, как это происходило в 42-м, 43-м году, как это происходило на Невском Витачке, когда, так сказать, вот они месяц за месяцем шли и клали десятки и десятки тысяч людей, просто составляли штабелями трупы уже замерзших и карабкались по трупам своих же замерзших товарищей. Что происходило там в Берлине при штурме Зейловских высот? Ясно, что как бы людей не жалели, но там уже, так сказать, была другая парадигма Великой Отечественной войны, и, так сказать, были заграды отряды, был приказ ни шагу назад, были совершенно другие люди 1940-х годов. Но как наши с вами соотечественники, среди которых мы с вами прожили несколько десятилетий, вот как они покорно вот это вот, так сказать, берут мешочек, едут на фронт, и там покорно идут цепями на украинские пулеметы, мне, честно говоря, это не укладывается в голове. А там же не только зэки, там просто какие-то, вот, я не знаю, фотографии, то, что с дронов, с дронов, вы видите, там вот этот вот пятачок, там, я не знаю, 100 на 100 метров, лежит 50 трупов. Ну, кто-то трупы, кто-то 200-е, кто-то 300-е, раненых не забирают. Вот, и ты же не придумаешь вот это все. И вот это все происходит, то есть, понимаете, это для меня, помимо ужаса в целом, да, войны, нападения расистов и, так сказать, трагедии и страдания украинского народа, что, конечно, главное, что меня сейчас беспокоит. Но вот это совершенно какая-то баранья покорность, с которой люди приняли смерть, романтизировали смерть и, так сказать, идут на эту смерть россияне, это для меня какой-то до сих пор необъяснимый феномен. Спасибо.